Степень загрязнения воздуха коррелирует с суицидальностью. Спасение задыхающихся – дело рук самих задыхающихся. Уничтожение трамвая – это вообще, я считаю, преступная деятельность. Почему так мало ученых видно в борьбе за чистый воздух? Исследования в этой теме не являются приоритетными. Достар, саламят Сидерме. Сидермен Бергеев, Вадим Барейка, Женеге Барей, Ютуб Арнасаль. Говорят, что в Алма-Ате курить не обязательно. И так долбят. А долбят от смога, который вы видите за моей спиной. В этом году он в нашем городе совсем какой-то лютый. Но не только в нашем, а и в Астане тоже, и в других городах. Города Казахстана в эту зиму соревнуются. Где хуже дышать? Как смог влиять на здоровье каждого из нас? Об этом сегодня расскажет наш гость Денис Винников. Он доктор медицинских наук, ассоциированный профессор, заведующий лабораторией здоровья, окружающей среды и профессиональных факторов Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Сейчас начинаем. А пока, по традиции, подписка, колокольчик, лайки или дизлайки, комменты, репосты и донаты. Безбергемис мы делаем гиперборей вместе и в этом году. Начинаем. Денис, в чем опасность смога для нашего здоровья? Опасность смога обусловлена содержащимися в нем химическими компонентами. Смог, кратко, это газовая фаза, то есть это совокупность различных газов, которые образуются при горении, и взвешенные частицы, ну и также водяной пар. И в зависимости от того, в какой концентрации, в каком количестве находятся те или иные компоненты, газы или взвешенные частицы, эти компоненты обуславливают эффекты или влияние на здоровье. Так, например, взвешенные частицы определенного аэродинамического диаметра, это ЭПМ-10, вызывают различные респираторные заболевания, то есть болезни органов дыхания. Самая главная опасность воздействия смога на респираторную систему, это хроническая обструктивная болезнь легких, она еще называется Хоббл. Это астма и другие воспалительные заболевания органов дыхания. Однако смог не только провоцирует возникновение самих заболеваний или их обострение при наличии этого хронического заболевания. Смог может самостоятельно вызывать отдельные симптомы у практически здоровых лиц. То есть какие, например? Слезотечение, кашель, легкое и постоянное или периодическое подкашливание, отделение мокроты, а также выделение из глаз, отдельные симптомы раздражения дыхательных путей, то есть чувство заложенности в горле, першения в горле и так далее у практически здоровых лиц. Однако воздействие смога на здоровье далеко не только ограничивается респираторными заболеваниями. Вторая группа – это различные виды злокачественных новообразований. Это рак легкого, связь которого с воздействием смога достоверно установлена, но и также другие онкологические заболевания. Помимо этого, большая часть болезней сердечно-сосудистой системы, такие как различные проявления атеросклероза, это инфаркты, инсульты, также в определенной степени обусловлены воздействием циркулирующих частиц, который мы вдыхаем из смога. Ну и вообще загрязнение воздуха в последние годы изучается воздействие вот этих загрязнителей на такие компоненты или аспекты здоровья, как общая смертность, отдельная смертность по различным группам систем или органов. Это влияние на психическое здоровье, влияние на обучение, на когнитивную функцию. И показано в последних исследованиях, что, допустим, степень загрязнения воздуха коррелирует с суицидальностью, со снижением когнитивной функции населения. То есть успеваемость ребенка в школе также зависит в определенной степени от степени загрязнения воздуха. О депрессии? О депрессии в том числе есть большое количество работ, опубликованных буквально в последние годы, о том, что в условиях загрязненного воздуха количество людей, страдающих депрессией, тяжесть депрессии и количество случаев тяжелой депрессии, сопровождающейся суицидальностью, выше в те дни и в тех регионах, где загрязнение воздуха выше. Однако аспекты влияния на здоровье пополняются, скажем так, все новыми и новыми клиническими, как мы называем, исходами. Вот, допустим, только совершенно недавно вышла статья о том, что в дни, когда уровни загрязнения взвешенных частиц в городах превышают, значительно превышают предельно допустимой концентрации, количество обращений с аритмиями, с острыми приступами нарушений ритма сердца также увеличивается. То есть загрязнение воздуха в плане влияния на здоровье населения настолько всеобъемлющее и разностороннее, что ограничивается не только общеизвестными, общепринятыми исходами, такими как хоббл, астма, инфаркт, инсульт, а оно буквально, загрязнение, влияет на все, что связано со здоровьем человека. Вот я думаю, что важно не только перечислить болезни, которые вызывает смог, но также представить себе масштабы их распространения. Я помню, что в декабре 2018 года активист алматинский Альнур Ильяшев подал в суд на Акимат и заключался в бездействии Акимата в вопросах сохранения окружающей среды. И тогда представитель Акимата, юрист, сказал суду, он был допрошен, что по официальным данным с сайта Ездрав, который находится в ограниченном доступе, не всем, в Алмате заболеваниями органов дыхательных путей страдает каждый третий алматинец. А, допустим, распространение ХОБЛ, хронической абстрактивной болезни легких, от 600 до 900 случаев на 100 тысяч населения. Есть какие-то доступные исследования, благодаря которым мы смогли бы представить масштабы вот этих заболеваний? Нами опубликованы исследования в самом конце 2019 года, в самом начале 2020 года в очень престижном журнале, в котором мы изучали степень распространенности ХОБЛ, верифицированной с помощью спирометрии. Это золотой стандарт диагностики ХОБЛ, то есть говорить о ХОБЛ без проведения спирометрии нельзя. Мы показали, что распространенность ХОБЛ, верифицированный ХОБЛ в общей популяции населения города Алматы составляет приблизительно 4, от 4 до 5 процентов. Это все возрастные группы, однако ХОБЛ это заболевание, которое встречается у лиц старше 40 лет. И вот в группе лиц старше 40 лет средняя распространенность составила 5,8 процентов, среди мужчин 8,7, среди женщин приблизительно около 4 процентов. Грубо говоря... То есть это в 10 раз выше, чем официальные данные? Скорее всего да. При этом я хочу отметить, что 24 процента людей, у которых мы по результатам этого исследования выставили диагноз ХОБЛ, выявили его впервые, никогда раньше диагноз ХОБЛ не был выставлен, они о нем не знали. Все ли мы равны перед смогом, наши органы, или есть какие-то профессиональные группы риска? Вообще есть общепринятые группы риска в целом. Давайте начнем с этого. Это лица пожилого возраста, это дети, это беременные женщины. То есть эти лица в любом случае подвержены гораздо большему риску от воздействия загрязнителей, которые являются компонентами смога. Однако профессиональные существуют определенные группы, конечно, которые... риск возникновения болезней от смога, у которых выше. Это тяжелое машиностроение, это определенные виды легкой промышленности, там такие виды, скажем, как кожевенное производство, или любые виды производства изделий, где существует... где имеется такая экспозиция, как клей, растворители и так далее. Это общеизвестные группы. Я бы относил к этой группе большое количество работников открытых рынков, охранных предприятий, водителей общественного транспорта, работников коммунальных служб, которые постоянно находятся на открытом воздухе. И в одном из наших исследований, которое опубликовано в журнале PLOS ONE, мы показали, что лица, которые находятся на открытом воздухе в зимнее время в Алматы, подвержены таким же крайне высоким концентрациям ПМ-10, как и лица во вредных производственных условиях. Ну вот в одном из ваших исследований вы особо акцентировали внимание на такой профессии, как шашлычники. Та публикация, о которой вы говорите, в основном была связана с уровнями воздействия продуктов горения на самого шашлычника на его рабочем месте. То есть это чисто производственные условия. Однако мы бы экстраполировали результаты этого исследования в целом на население города, потому что, во-первых, клиенты кафе, находящиеся в этом кафе, тоже подвержены воздействию. То есть зона риска у нас вот шашлык стрит, улица Новои. Для того, чтобы это утверждать, необходимо проведение популяционных исследований, в которых бы мы показали, и не мы, а другие ученые могли бы показать, что лица, которые проживают в районах города, в которых имеется сосредоточение шашлычных, имеют более выраженные показатели заболеваемости. Смог, безусловно, это алматинский бренд, можно сказать. Но он же характерен не только для нашего города. Выступал министр экологии Махзум Мирзагалиев и назвал две главные экологические угрозы для Казахстана. Это полюшин, загрязнение воздуха и мусор. В каких еще городах смог является такой же угрожей, как и в Алма-Ате? Все крупные города имеют очень высокие концентрации. Нур-Султан, Алматы, конечно, промышленные наши регионы. Караганда, Тимиртау, Усть-Каменогорск, Восточный Казахстан имеет, конечно, очень высокие концентрации. Для меня квинтэссенция смога – это частицы PM2 и 5. Вот в чем их опасность? Частицы PM2,5 – это частицы с аэродинамическим диаметром 2,5 микрометров и менее. Еще они называются мелкими взвешенными частицами, по-английски fine particulate matter. А по степени и по механизму их воздействия на организм человека они называются респирабельной фракцией. На сайте aircas.org говорится о двух гипотезах по воздействию PM2,5 на организм. Про быстрый и медленный ответ организма. Как Вы относитесь к этим гипотезам и насколько они подтверждаются Вашими исследованиями? В нашей практике или в моей практике чаще встречаются эффекты, связанные с долгосрочным влиянием загрязнения воздуха на здоровье. То есть возникновение хронических заболеваний. Но, тем не менее, не следует недооценивать краткосрочные, быстрые и мгновенные эффекты, связанные с загрязнением воздуха. Но к ним относятся, например, увеличение количества обращений в скорую помощь. Увеличение количества обострений хронических заболеваний в конкретный момент. Конкретные дни, когда имеется резкое повышение концентрации загрязняющих веществ, в частности взвешенных частиц PM2,5, обращаемость в службу скорой помощи по поводу обострений астмы увеличивается. По поводу инфарктов увеличивается. Увеличивается количество обращений по поводу нарушения ритма сердца, аритмии в те дни, когда имеется высокая концентрация PM2,5. Наверное, эти эффекты можно отнести к той группе краткосрочных эффектов, которую вы упомянули. А вы знакомы с создателем сайта aircas.org? Конечно. А как вы оцениваете вот эти датчики? Начнем с того, что я считаю наличие такого ресурса принципиально важным для повышения уровня осведомленности населения о загрязнении воздуха. Кроме Павла, вы знакомы с кем-то из экологических активистов города? Я подписан на группу «Защите Малматы» в Facebook. Я отслеживаю информацию на сайте AirVision. То есть информация от лиц разных специальностей и профессий, журналистов, общественных деятелей и так далее, которые неравнодушны, которые мне безразличны вопросы охраны окружающей среды, в частности загрязнения воздуха, до меня доходит. Я, конечно, ею интересуюсь. Среди ученых я до сего времени знал только одного – это Айбуль Керимрай, которая находится в пограничной зоне между наукой и экологическим активизмом. К своему стыду с вами я познакомился только сегодня, хотя вы крупная фигура, я понял, в экологии. Почему так мало ученых видно в борьбе за чистый воздух, за сохранение окружающей среды? Вопрос охраны окружающей среды экологической ситуации является междисциплинарным, мультидисциплинарным. Он далеко не только научный. И он связан с вопросами финансирования, с вопросами финансирования науки в целом, вопросами в определенной степени политической воли руководства страны и уполномоченных органов и институтов, организаций по охране окружающей среды. Поэтому, так сказать, виновных в том, что или причин, или назвать определенные причины, почему научные исследования, если такие имеются, почему их, во-первых, так мало, почему они так плохо финансируются, почему они так плохо связаны с населением, почему результаты этих исследований так плохо доносятся до населения, причин этому очень много. Но если их сгруппировать, можно назвать следующие. В целом, это низкий уровень финансирования науки. К сожалению, исследования в этой теме не являются приоритетными. Методологические условия недостаточные в науке, то есть недостаточное количество высококвалифицированных специалистов, изучающих загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха в первую очередь. Недостаточная оснащенность учреждений. Более того, наша система высшего образования, в том числе университеты, только лишь в самые последние годы стали ставить научную и исследовательскую деятельность как приоритетную. Денис, а вот скажите, какое практическое применение имеют ваши исследования? Наши исследования имеют принципиальное значение для формирования политики. Не значение, а применение. В первую очередь мы меняем, скажем так, парадигму представлений о том, кто является группами риска по возникновению заболеваний и других клинических исходов от загрязнения воздуха. В частности, мы показываем, что профессиональные группы – это не те, не только те, кто работает во вредном цехе. Профессиональные группы, уязвимые в отношении загрязнения воздуха – это, по сути, все население больших мегаполисов. Мы считаем, что наши исследования должны напрямую, результаты наших исследований должны напрямую исследоваться, использоваться органами власти для принятия решений. Должны или используются? Ну, это сложный вопрос, это, наверное, зависит от... Нет, вопрос простой на самом деле. Поставлю еще конкретнее. Есть ли какое-то взаимодействие, скажем, между вашей лабораторией и городским акиматом? Пока нет. Чья в том вина? То есть, наука отдельно, руководство города отдельно. Но, с моей точки зрения, как научного работника, каждый должен заниматься своим делом. Научный работник генерирует данные, старается их популяризировать, что мы и делаем, в средствах массовой информации. А лица, принимающие решения, должны принимать решения. Подождите, каждый должен заниматься своим делом. И, то есть, власти не должны использовать достижения науки. Сейчас здесь должна быть инициатива. Я к чему веду? Не вопрос ли здесь в гражданской пассивности ученых? Я, допустим, я мало вижу вот этой популяризации. То есть, это просто единичные случаи. Я, как журналист, лично, придя в YouTube, понял, что я должен заниматься не только производством контента, но и его продажей, понимаете, его маркетингом. Мне кажется, вот здесь в профессии журналиста и ученого они очень близки. На мой взгляд, недостаточно просто провести исследование. Его же надо имплементировать, воплотить. В определенной степени такая проблема действительно есть. Действительно, ученые во многих вопросах, и не только в охране окружающей среды, оторваны от, скажем так, от населения. Однако, во всех крупных исследовательских центрах, понимая важность этого вопроса, существуют специальные органы, которые в английской литературе называются knowledge transfer. То есть, это специально обученные люди, которые имеют профильное образование по этому вопросу, которые, скажем так, перекладывают сугубо научную информацию в научно-популярный уровень. И вот этот... Толмочи. Это звено у нас страдает в нашей науке, но оно страдает не по вине ученых, оно страдает, потому что у нас недостаточно финансирования науки. На такие отделы, на таких специалистов, на такую службу у нас просто нет денег. Ввести аккаунт в Фейсбуке никаких особенных денег не нужно. Я просто не будем дальше уходить на эту тему, я пожелаю ученым и вам в том числе больше самим пропагандировать. Сейчас ученые, мне не нужны журналисты, можно популяризировать каждый сам себе СМИ сегодня, чтобы этого было больше. Вы считаете Алмату зоной экологического бедствия? Если говорить о загрязнении воздуха, да. Что должно такого стрястись, чтобы власти наконец-то обратили внимание на действительно катастрофическое положение с загрязнением воздуха? Должно произойти переосмысление ценностей. Здоровье населения должно стать главным приоритетом вообще в работе государства. Но ведь в прошлом году городской Ахимат не выделил никаких денег на охрану окружающей среды. То есть эта статья расходов, она была просто не профинансирована. Очень печально. Ну вот, что с ними делать, как их убедить в этом? Ну, трудно сказать. Я не знаю, каким образом их можно убедить. Я лишь только... Мы делаем, во всяком случае, мы со своей стороны делаем все для того, чтобы получить, во-первых, доказательства того, что ситуация очень серьезная. Потому что до наших работ о влиянии загрязнения воздуха на здоровье населения в Казахстане, Ахимат и прочие структуры утверждали, что нет доказательств. Докажите нам, что население умирает. Докажите нам, что население болеет. И вот мы эту работу делаем. Мы доказываем. Мы публикуем в крупных, крупнейших мировых международных изданиях наши результаты. Мы привлекаем внимание, мы делаем все, что мы можем с нашей стороны по информированию, по получению доказательной базы. Но, конечно, этого недостаточно. Ну, в итоге, как вы и сказали, каждый занимается своим делом, и взаимодействия этого нет. Объясните мне такую штуку. 20 сентября 2017 года первый президент поставил задачу к 2020 году перевести ТЭЦ-2 на газ. Один из основных загрязнителей воздуха в городе. К 2020 году сделали только технико-экономическое обоснование. Провели общественное слушание онлайн. Вроде бы выбрали вариант с заменой котлов. Вот это что, раздолбайство, саботаж или просто непонимание проблемы со стороны власти? Ну, вы знаете, этот вопрос выходит за рамки моей компетенции. Мне трудно сказать, что это, но раз уж мы заговорили о ТЭЦ, я хочу сказать, что проблема загрязнения воздуха города Алматы далеко не только в ТЭЦ. Это понятно, что не только в ТЭЦ. Я вам просто поясню, почему внимание экологических активистов было акцентировано последние 2-3 года на ТЭЦ. Потому что администрация города, при предыдущем Акиме, Байбеке, она, можно сказать, принижала долю ТЭЦ в смоге. То ли сознательно, то ли из-за непонимания проблемы. Тогда эта вина составляла всего лишь 10-11%. Теперь немножко подвинулись. Говорится уже про 35%. Стали учитывать и ТЭЦ-3. И речь активистов шла о том, чтобы восстановить честный паритет, вот участие различных источников загрязнения. Лобустим, ТЭЦ столько-то, автотранспорт столько-то, частный сектор столько-то. Надежных и научно валидизированных данных о том, какой процент в загрязнении воздуха занимают определенные источники в городе Алматы, нет. Отдельные куски информации, которые мы получаем, основаны лишь на расчетных данных. Я поясню для зрителей, что означают расчетные данные. Это то, что условно принято вклад, допустим, автотранспорта, частного сектора, по умственным, умозрительным расчетам, что нет конкретного мониторинга, нет замеров. Да, нет замеренных цифр, совершенно верно. Замеры есть только на стационарных источниках, скажем, на трубе. И то там рассчитывается ненаучное. То есть общая масса выбросов, общая эмиссия, без учета токсичности каждого загрязняющего вещества. То есть у нас не вычисляется индекс загрязнения, правильно? Поэтому все наши размышления о том, в какой процент загрязнения составляет тот или иной источник, являются умозрительными и, по большей части, спекулятивными. Потому что этими цифрами играют, играют в угоду себе, для того, чтобы достичь или поставить, поставить или достичь определенные цели. Я хочу подчеркнуть с научной точки зрения, что методов, которые бы точно установили, какое количество загрязнения воздуха обусловлено тем или иным источником, золотых таких стандартов, чистых методов не существует. Можно внедрять отдельные аспекты. Допустим, известная нам группа химико-химической аналитической лаборатории КАЗНУ занимается тем, что они измеряют, допустим, концентрации летучих органических соединений, типичных для, скажем, сжигания бензина. И таким образом они могут косвенно определить, какая доля в общем загрязнении обусловлена сжиганием, скажем так, бензина или другого органического топлива в двигателях внутреннего сгорания или дизельных двигателей. Но, однако, четкого, точного метода, доказанного метода, который бы удовлетворял всех с научной точки зрения, не существует. Однако, если вы хотите, чтобы я прокомментировал вопрос, что же все-таки загрязняет воздух в Алматы, я хочу сказать первое, что на эту тему много говорят, но почему-то никак не могут найти решение. Это раз. Второе. Это каждая заинтересованная сторона, Акимат с одной стороны, ученые-химики с другой стороны, население с третьей стороны будет иметь так называемую свою правду. С одной стороны мы слышим, что автотранспорт – это 70% загрязнения, а с другой стороны мы слышим, что автотранспорт – это 10% загрязнений и так далее. Третье, что я хочу сказать, это то, что, несмотря на то, что с моей точки зрения доля автотранспорта в загрязнении воздуха в Алматы зимой сильно преувеличена властями и, возможно, некоторыми публикациями низкого качества, тем не менее я хочу отметить, что ликвидация электротранспорта, уничтожение трамвая и резкое сокращение троллейбусных маршрутов является глубочайшей ошибкой руководства города с точки зрения общественного здоровья. И вообще эта тенденция на странах постсоветского пространства при наличии такой развитой инфраструктуры электротранспорта, которой завидуют западные страны, ее уничтожение – это просто преступление. Эту систему надо было сохранить, ее надо было развивать. Количество троллейбусных маршрутов надо было не сокращать, три раза, как сейчас, и увеличивать. И вместо этого мы видим, что за последние буквально пять лет количество автобусных маршрутов в Алмате резко возросло. Возникли все двухсотые маршруты. Количество дизельного транспорта резко увеличилось. А уничтожение трамвая – это вообще, я считаю, преступная деятельность. Вы сказали, что роль транспорта в загрязнении именно зимой, она преувеличена. Что вы имели в виду? Я имел в виду, что на фоне запредельных выбросов других источников роль автотранспорта относительно снижена. То есть вот эта доля в общем загрязнении его мала. Однако она значительно возрастает в летние периоды, когда общие концентрации низкие, когда воздух чистый. Вот здесь транспорт выходит на первый план. То есть абсолютная эмиссия от транспорта примерно равномерна в течение всего года? Да. Резюмируя все то, что я сказал, я хочу подчеркнуть, что точно установить, что же является таким катастрофическим источником загрязнения воздуха просто с помощью декларативных заявлений одной или другой или третьей стороны, невозможно. Для этого нужно проведение высококачественных научных исследований. Вы затронули очень интересную тему, но не развили ее. Когда говорили о спекуляции, что более важен тот или иной источник загрязнения, он связан с финансированием. Я вам расскажу, вот как я это понимаю. Когда город говорит, что главный враг – это транспорт, то это означает строительство развязок, расширение дорог, круговорот бордюров в природе и так далее. То есть большое финансирование. Где можно хорошо позагорать, грубо говоря, вы это имеете в виду? А что, допустим, реконструкция ТЭЦ – это очень дорого, затратно и какой-то совершенно слабый интерес для чиновников лично. Ну, я в первую очередь имел в виду, что разные стороны, отстаивающие свои взгляды на этот вопрос, видимо, в определенной степени заинтересованы в получении финансирования на определенные программы. Хорошо. Так, трамвай. Трамвай мы похоронили. К большому сожалению. Что вы предлагаете? Прокладывать ЛРТ? А не замаячить ли призрак ЛРТ Астанинского в этом случае? Мне трудно сказать, что надо выбрать. ЛРТ, трамвай или какую-то навесную дорогу, монорельс или что угодно. Я могу сказать одно, что для сохранения здоровья населения нужно переводить общественный транспорт на электротягу. Как вы думаете, почему власти вообще с такой неохотой занимаются вопросами сохранения окружающей среды, загрязнения воздуха? Вообще, это же прямая угроза здоровью людей. А вот это действительно сложный вопрос. Я даже не могу сразу прикинуть причины, почему так происходит. Во-первых, я должен сказать, что нельзя сказать, что власть вообще не занимается этим вопросом. Потому что очень многие профилактические программы финансируются. Я имею в виду на уровне первичного уровня здравоохранения, диспансеризации и так далее. Но вопросы влияния именно загрязнения воздуха на здоровье населения не являются приоритетными. Ну, наверное, скорее всего, потому что есть более приоритетные вопросы. Как специалисты по ОЗ, по общественному здравоохранению, считают, что это не совсем правильно. Потому что вопросы охраны здоровья, в том числе от загрязнения воздуха, должны быть, ну, не просто приоритетными, должны быть номер один. Но почему они ими не являются, мне трудно сказать. А более приоритеты, это где можно хорошо поживиться? Это вы имеете в виду? Я не знаю, мне не знаю, как вам сказать правильно. Я не могу судить о степени расходов государства на те или иные, я не знаю бюджета страны, я не знаю, на что тратятся деньги. Но я хочу сказать, что деньги должны тратиться на охрану здоровья населения. Исследование Всемирного банка, которое было проведено здесь, в Казахстане, совместно с прежним Министерством охраны окружающей среды в 2011-2013 годах, показало, что потери от загрязнения воздуха в Алма-Ате только за один год составляют около, там было 486 миллионов долларов, сейчас уже наверняка перевалило за полмиллиарда долларов. Потери от потери трудоспособности, от ранней смертности, от расходов здравоохранения, от больничных средствов и так далее. То есть это экономические потери. Эта цифра известная, она популярная. Неужели власти не видят, это же всего лишь сделать в голове два хода. В вопросе оценки, особенно экономического ущерба, связанного с потерей трудоспособности, потерянного количества лет жизни, опять-таки в результате загрязнения воздуха, есть один нюанс, и он связан с психологией человека. Дело в том, что людям трудно представить себе долгосрочную перспективу. И это я вижу каждый день, принимая пациентов, консультируя пациентов на врачебном приеме. Человеку очень легко понять, что с ним произойдет, допустим, завтра, но он совершенно не понимает важности профилактических мероприятий в долгосрочной перспективе. То есть, когда мы говорим о том, что загрязнение воздуха – это вопрос, который связан с экономическими потерями из-за большей смертности населения, что, скажем, люди будут меньше жить, из-за этого их трудоспособный возраст снижается, сокращается, и из-за этого государство несет потери, люди этого не могут потрогать. Они не могут этого ощутить, им это непонятно. Я говорил о безразличии властей к этой проблеме. Но вы сказали о населении. Абсолютно с вами согласен, потому что вопросы охраны окружающей среды – такое впечатление, что у нас беспокоят только экологических активистов, да ученых, да журналистов. И все. То есть, люди, да, не могут связать. То есть, отношение абсолютно индиферентное к этому. Ваш рецепт – как убедить власти понять и предпринять действия, что экологические проблемы – это приоритет? Это сделать очень сложно. На фоне того, что существуют и другие угрозы в настоящее время для здоровья, да, тот же самый раскрученный вопрос ковида и так далее, и так далее. Поэтому, когда существует большое количество проблем для власти, на мой взгляд, очень трудно выбрать приоритетный вопрос. Но наш рецепт нашей лаборатории, нашего университета сводится к тому, что надо генерировать высококачественную научную информацию. Необходимо производить высококачественный интеллектуальный продукт. Только когда этой информации высокого качества много, она доступна, эти доказательства имеются, то это медленно возможно, но верно будет способствовать изменению менталитета и отношению, в том числе, власти к этому вопросу. Но вы будете производить этот высокоинтикуральный продукт как вещь в себе. То есть, вы будете заниматься своим делом и продолжать не взаимодействовать с властью. Нет, здесь я не соглашусь с вами, потому что мы популяризируем результаты наших исследований всеми возможными способами. Но мы же не универсальные солдаты. Мы не 25 часов в сутки работаем. Хотя бы, то есть, получение высококачественной научной информации, это вообще того, чего не было раньше. Хотя бы, получение этой информации является гигантским прорывом в этом вопросе. На текущий момент спасение задыхающихся – дело рук самих задыхающихся, этого воздуха от грязного. Чтобы вы порекомендовали жителям, как можно минимизировать воздействие смога на здоровье самим гражданам. В первую очередь, я хочу обратиться к жителям частного сектора, с тем, чтобы они использовали более высококачественное топливо для обогрева и приготовления пищи. Понятно, что дешевле топить свою печку пластиком, кизяком, мусором и так далее, но при этом, экономя на этом, вы тратите в сотни раз больше на лечение заболеваний, которые у вас возникают от сжигания этого твердого, от отравления угарным газом, от вдыхания взвешенных частиц и возникновения хобл и так далее. Поэтому частному сектору необходимо быть более экологически осознанным, вести жизнь и образ жизни экологически ориентированным, перестать использовать подножный, скажем так, мусор для отопления. Это первое. Второе, я хотел бы порекомендовать людям, жителям городов, быть менее эгоистичными в вопросах экологии, меньше пользоваться личным автотранспортом и меньше иметь единиц транспорта на одну семью, больше пользоваться электрическим транспортом, вкладывать деньги именно в троллейбус. Если у вас есть выбор, вложите деньги, оплатите проезд, скажем так, на троллейбусе, для того, чтобы сделать вклад в развитие электротранспорта. Вот такие мелочи, они являются компонентами менталитета экологически ориентированного человека. Нам всем нужно к этому идти. Кроме того, я бы хотел рекомендовать, если уже говорить о практических рекомендациях по снижению вреда и ущерба для личного здоровья, в дни, когда очень высокая концентрация, в зимнее время, надо меньше находиться времени на открытом воздухе. Я считаю, что занятие спортом на открытом воздухе в условиях загрязненного города гораздо больше приносит вреда, чем занятие спортом в помещении или не занятие вообще. На эту тему есть исследования. Поэтому те активные люди, активисты, которые вот в условиях такого жуткого смога интенсивно бегают, занимаются на улице и так далее, они на самом деле наносят себе вред. Поэтому заниматься спортом, стараться надо внутри помещений, меньше находиться в такие дни снаружи и вести экологически ориентированный образ жизни. Вы можете спрогнозировать, что случится с нашим общественным здоровьем и здоровьем каждого, если ситуация останется статус-кво? Конечно, ситуация в таком случае будет ухудшаться, уровни загрязнения будут расти, заболеваемость и смертность населения будет возрастать. Насколько для этого необходимо проведение высококачественных исследований, которые принимают во внимание все вмешивающиеся в это факторы. Но тенденция в целом одинаковая, как и везде, не надо изобретать велосипед. Чем больше загрязнения, тем больше смертей, тем больше заболеваний. Я думаю, что о смоге каждый из вас имеет что сказать. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментах, что вы думаете, чем болели вы, ваши близкие, что вы предлагаете, чтобы снизить загрязнение воздуха в Алма-Ате и в других городах. Не забывайте подписку, нажимайте на колокольчик, будете получать уведомления, ставьте лайки и дизлайки, делайте репосты и шлите донаты в Избергемис. Мы делаем гиперборей вместе. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Исдар. А ну давай, давай, скорей оцени новый выпуск на гиперборей. Грей, 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 гиперборей. Грей, грей, грей. Это супер! Редактор субтитров А.Семкин